nissan murano самый эффектный самый яркий кроссовер в модельном ряду бренда по цене сопоставимый с корейскими аналогами в чем секрет будем разбираться а какой это цвет вообще рыжий мое почтение я александр михельсон сегодня у меня на тесте яркий оранжевый я бы даже сказал рыжий murano по-моему murano внеса не отвечает за дизайнерские эксперименты когда я увидел первое поколение murano это было довольно давно я вообще не поверил что так может выглядеть серийный автомобиль а между тем это был именно серийный кроссовер второе поколение в смысле эпатажности внешней мне кажется они провалили он не выглядел настолько эффектно и вот возвращение murano в третьем поколении и снова ярко стильно мощно и практически ни на что не похоже кроме огромного количества очень эффектных дизайнерских элементов на кузове автомобиля посмотрите на одни задние фонари это что-то с чем-то но здесь появилась так называемая парящая крыша за счет черной вставки в этом месте получается визуально как бы крыша отделена сзади от кузова что смотрится я думаю очень эффектно кстати подобное решение есть на одном из конкурентов на lexus rx но уж если влезать в детали то весь кузов автомобиля состоит из очень эффектных очень неординарных ломаных каких-то нагромождений и такое впечатление складывается когда смотришь на отдельные элементы вот они задние фонари примерно также выглядят передние фары вот она хромированная линия через весь кузов и весь murano такой но финале потом это все собирается в единый какой-то мне кажется довольно симпатичный образ по крайней мере этот автомобиль оригинален и на дороге он всегда событие даже не в таком ярком цвете и кстати по поводу изменения внешности по поводу возвращения эффектного дизайна на всякий случай вот стоит предыдущее поколение murano и выглядит он но прямо скажем совсем не так ярко теперь к вопросам утилитарным открываем багажник почему-то он у меня а я не на ту кнопку жму он отказался у меня открываться с кнопки а я просто нажал не на ту кнопку открываем багажник и здесь есть несколько важных вещей для российского рынка автомобиль настраивали специально и редкий случай но в мурана есть полноценная запаска не докатка не ремкомплект которые в последнее время особенно в немецкие автомобили кладут а именно полноценная запаска вот она большая и черная кроме того автомобиля настроена намеренно под российский рынок более зажата подвеска и даже передний бампер угол въезда чуть-чуть поменяли в сравнении с автомобилями на американском рынке по количеству места на задних сидениях murano один из чемпионов в классе как видите здесь много места но у этого автомобиля который заточен на американский рынок в первую очередь и создавался он в американской дизайн студии тем не менее нет варианта с третьим рядом сидений хотя у большинства конкурентов у тех же корейцев он есть и в результате мы не имеем возможности посадить еще двух человек в багажник но при этом имеем вот такое довольно вольготное расстояние для колен а еще здесь есть подогрев задних сидений раздельный климат-контроль а спинки задних сидений регулируются по углу наклона салон автомобиля выглядит уже не так эффектно модель выпускается довольно давно причем на российский рынок мурана пришел через два года после того как он появился на американском рынке но и ровно поэтому мультимедиа здесь довольно простая и все чем можно управлять с помощью тач экрана продублирована кнопками само качество экрана тоже не фантастическое видно что это не совсем свежая модель но тем не менее все удобно и эргономически у меня претензий нет кроме того здесь есть сиди магнитола но диска нет и многие наверное из молодых людей теперь вообще и не совсем знают что такое диск и еще здесь есть вот такое довольно неформатное решение sd карта которая в открытом виде вставляется над монитором из бытовых моментов между сидушками просто колоссального какого-то размера ниша и еще вот такая бархатом обшитая тарелочка чашечка не знаю как это правильно назвать ну а наверное самое главное все-таки фишка салона это сиденье в рекламных релизах утверждается что разрабатывались эти сиденья целых 10 лет с участием специалистов наса но насколько эти сиденья действительно удобны и настолько они фантастичны мы уже проверим все таки на ходу и так второй день за рулем nissan murano и прежде чем перевести рычаг автомата в положение драйв несколько бытовых замечаний так вот здесь есть ножник то есть здесь включается стояночный тормоз нажатием педали вот там внизу довольно странное решение которое в последнее время практически на автомобилях такого класса не встречается в основном это конечно же кнопка на торпеда между сидениями зеркала здесь большие обзор назад тоже довольно приличный кресло я не стал трогать в принципе и вот теперь хочу посмотреть что с моей спиной какие у меня ощущения будут после того как я какое-то время покатаюсь а потом все-таки настрою его под себя и попробую почувствовать разницу впечатлений ну а теперь переводим рычаг в положение драйв напомню под капотом двигатель бензиновый 249 лошадиных сил причем это атмосферник настоящий и работает он в тандеме с вариатором поехали по двигателю сразу первое впечатление его практически не слышно на низких оборотах но когда вы начинаете давить педаль газа появляется такой приятный рык что касается шумоизоляции она здесь на уровне я не скажу что она какая-то фантастическая но я чувствую что если бы сейчас снять шипованную резину или ехать по снегу на этих шипах они по чистому асфальту то конечно в салон приходило бы в разы меньше шума так что по шумоизоляции у меня каких-то особенных претензий к этому автомобилю нет очередной старт со светофора и очередная победа в светофорной гонке динамика автомобиля отличная но сейчас я даже не про это хочу сказать я хочу сказать про работу вариатора одно из нареканий к вариатору это конечно же его медлительность его нерасторопность при переключении виртуальных передач так вот настройка вариатора мурана меня просто удивила здесь нет никаких провалов я пытался поймать этот провал и на трассе и в городе и на высокой скорости но его практически нет особенно когда ты передвигаешься по городу чуть-чуть дотрагиваешься до педали газа и машина всегда сразу же моментально начинает разгоняться и на это накладывается еще один важный момент педаль газа резкая после моего туарега который разгоняется плавно всегда здесь совершенно другая история и я несколько раз нажимал на педаль газа так что машина подпрыгивала хотя нажимал то я с тем же усилием как в туареге но настройка педали другая в самом верху и моментально машина начинает резко разгоняться то есть по мне так педаль резковатая но к этому довольно быстро привыкаешь и там через полчаса уже мышечная память возникает и проблем это конечно не доставляет теперь плавно переходим к настройкам управления и самое яркое пожалуй впечатление причем очевидное впечатление у мурана плотный руль я не скажу жесткий руль но дело в том что в последнее время практически все автомобили делаются с рулями которые на низкой скорости вращаются очень легко и при наборе скорости они наливаются они становятся тяжелее вроде как логично крутится где-то по парковкам в городе неудобно с тяжелым рулем а на трассе он должен наливаться и быть соответственно точным и упругим так вот здесь у мурана такого нет такой градации нет здесь руль всегда плотный и вот когда вы начинаете где-нибудь в городе на парковке или в узком дворе в каком-то парковаться вы это ощущаете очевидно ну про это говорят практически все но зато это великолепно себя показывает на трассе потому что забегая чуть вперед я до трассы еще не доехал но тем не менее катаюсь на машине уже не первый день и могу сказать что на трассе на высокой скорости мураник стоит как вкопанный вот тут чего не отнять так не отнять а дальше логичный плавный переход к настройке подвески и подвеска здесь я вам должен сказать плотная ни в коем случае я не могу назвать ее какой-то комфортно мягкой у меня был опыт относительно давно когда эта модель появилась только на рынке на американском я прокатился на ввезенном сюда к нам автомобиле из америки так вот там настройка подвески была такая американская машина плыла но при этом любое маневрирование она вызывала крены кузова причем такие заметные что я думаю не здорово мне по крайней мере такие настройки не нравятся автомобилей так вот для российского рынка подвеску перенастроили особенно впереди и теперь она воспринимается как спортивно драйверская но ни в коем случае не мягкая вот сейчас поедем через рельсы трамвайные и покажу вам как подвеска их отрабатывает смотрите энергоемка плотно я даже не скажу что сильно жестко вот энергоемка и плотно это это наверно самое правильное определение дальше я расскажу вам про расход топлива в самом конце так что досматривайте и традиционный мой замер скорости насколько он совпадает с заявленным производителем с 0 до сотни и с 80 до 140 километров в час будем разгоняться и в циферках буквально по секундомеру замерять а теперь наверное должен сказать про обещанные впечатления от кресла вот я проездил наверное уже часа четыре кресла я подчеркиваю не трогал по настройкам и стоит она она прямо скажем не так как я люблю я обычно откидываю кресло спинку назад подвигаю его ближе к рулю мне так удобнее здесь все кстати на электроприводах руль тоже и причем диапазоны очень приличные посмотрите как вверх задирается и насколько вниз опускается но не об этом сейчас но нигде ничего не затекло нигде ничего не давит никаких неприятных ощущений нет есть автомобили в которые садишься и сразу ты понимаешь на этом кресле ты не устроишься то подушка короткая то жесткая то еще чего то вот в этом смысле корейцы грешат часто вроде все хорошо все классно но вот чего-то сидушка особенно на тусане меня это ситуация не порадовала но сейчас было обновление я не ездил на рестайлинге тусана не знаю может быть они поменяли но вот когда только появился нынешнее поколение тусана там проблемная откровенно проблемная сидушка была здесь повторюсь в той настройки которая была не под меня меня совершенно ничего не смутило хотя знаете интересно есть ощущение что подушка внизу довольно короткая и тем не менее в конце еще расскажу как все-таки я себя почувствовал как моя спина себя почувствовала и и ноги соответственно с настройками под себя 1 2 3 что ж буду наверно подводить итоги по этому автомобилю ниссан мурана мне показался автомобилем компромиссным компромиссным в каком смысле у него очень интересная цена и как я уже говорил ниссановцы в этом смысле безусловные молодцы они постоянно делают какие-то серьезные скидки на автомобили это пожалуй самый щедрый в этом смысле бренд но действительно так посмотрите как не зайдешь как не увидишь рекламу как не зайдешь на сайт то 400 тысяч то 200 тысяч но это факт это даже никакая не реклама это просто просто очевидный факт в связи с этим ниссан мурана периодически стоит ну совсем приятные деньги в так вот если вы хотите иметь настоящий японский кроссовер с именем что называется не платить за него больших денег и готовы вот к таким настройкам ходовой а именно той спортивности тому драйву который мурана дает то это однозначный повод поехать к дилеру и посмотреть этот автомобиль также в плюсы я бы записал безусловно размер салона он здесь прямо скажем приличный хотя нет трехрядного варианта а к минусам я бы записал безусловно низкий клиренс хотя опять же все в рамках тот же сорента prime 18 сантиметров здесь 184 миллиметра так что это такие условные вещи ну и еще один момент отношение к вариатору она бывает как вы знаете разное есть такая народная молва по поводу не совсем надежных там или еще каких-то вариаторов но знаете в последнее время я отношусь к этому немножко скептически потому что прошлой зимой мы снимали например модель subaru под названием xvi маленькую на которой мы четко не делали куда только мы не заезжали вслед за уазиками и нивами легко найдете у меня на канале это видео и там тоже стоит вариатор и ничего с машиной не произошло а потом эту машину купили и потом я через год общался с владельцем для именно этого автомобиля и при этом никаких проблем нет поэтому не думаю если вы будете ездить по болотам на рыбалку жестко в какие-то внедорожные приключения его запихивать то я думаю да какие-то проблемы будут слушайте но они будут и с любым другим кроссовером такого уровня не предназначены они для езды по настоящему бездорожью если вы учли все эти нюансы и они вас не смутили а также вас радует цена велкам к дилерам nissan где вам уже более наверное подробно расскажут про автомобиль хотя куда уж подробнее ну и самое главное вы сможете лично все это потрогать прокатиться нажать на газ почувствовать как все это едет ну и соответственно принять решение дальше вопросы только к вашим ощущениям и вашему кошельку